МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После выпитого алкоголя Сергей совершил насильственные действия. 8 лет строгого режима. Достаточно наказания? Он совершил преступление, он должен за него ответить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С ней перефотографировались все топовые блогеры. Я бы хотела передать привет Николаю Соболеву. За 4 дня 300 тысяч подписчиков. Леди, мяшка, дура. Вы очень быстро пишете, я не успеваю читать. А, нет. Я уже скучаю по пузовой. Я по сумке. А я пошла гладить. Кто вообще это сможет? Маму Дианы, Наталью Шурыгинову. Чего-чего, мать Шурыгинов? Я к чешке принесла. Скажем так, в рот закрой. Где ты такой ум не пришел? Тупые слова, тупые слова. Что будут дохнуть все. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девушка с таким поведением получит еще свое. У нее ни стыда, ни совести. Нужна такая популярность. Ее толку не будет. Не стыдно за ее родителей. Неменок! Неменок! Эта девушка надо идти в волейбург. Девушка с таким поведением получит еще свое. 13 миллионов просмотров программы «Пусть говорят». Ольга Свиблова, которая пропустила первые части сейчас в шоке от происходящего, потому что не понимает. Я не следила, потому что это все... Ольга Свиблова следила? Я потому что это транслировалось везде. Там нельзя было избежать. Вот теперь вы можете лично познакомиться. Хотя мы договорились с Дианой, что мы встретимся через 10 лет. Сегодня Диана Шурыгина в этой студии, потому что то, что обрушилось за нее после третьей части программы «Пусть говорят», достойно просто кинофильма. Добрый вечер, Диана. Итак, после той программы расскажи, что стало происходить в социальных сетях и какая реакция на фразы, на твое поведение и на твою позицию. После этого ко мне начали подписываться, на меня начали очень большое количество людей. Просто-напросто фотографии разлетелись по всему интернету, стали делать мемы, видео, пародии. Просто все группы, просто все были забиты просто мной. Диана, пародии на изнасилование, что ли? Нет, пародии на фразы, которые прозвучали здесь в эфире. И хочу сказать, что у тебя подписчиков миллион было в Инстаграме. Даже на фейковых аккаунтах, которые появились в неограниченных количествах. Аккаунт Дианы был взломан несколько раз, она открывала его. И, конечно, народное творчество тоже, скажем так, каждый отличался как только может. И даже песни, которые были посвящены тебе, вырывают твои фразы из того эфира. Давайте послушаем одну из них. Обычная девчонка 16-ти годков, а там большой коттедж, и парни симпатичные, и водки можно выпить на донышке чуть-чуть. На донышке? На-на-на-на-на-на-на-на-донышке, сынок, на донышке, держите семеро, я выпила водочки. Вдруг кто-то заклопнул дверь и кинул меня на кровать, дал мне лещай, давай приставай. Он нанес мне удар по лицу. Он что не знал, она Диана, Шурыгина семейка, мастера обмана. Я посажу каждого всех, на 8 лет строгача точно. А наша героиня ищет нового самца. Это тебя раздражает? Обижает? Нет. А, например, когда Ксения Бородина в прямом эфире, ругаясь со своим супругом, совершала ты это или не совершала, было изнасилование или не было, для тебя все-таки, ну, такие девушки, понятно, что они, наверное, были кумиром, когда ты смотрела там те программы. Я не видела ни прямой эфир, где она ругалась с мужем, и до этого я, то есть, ну, видел в интернете где-то пару раз, я даже... Давайте покажем, как Ксения Бородина обсуждает эфир с тобой, внимание. Про Диану Шурыгину, что думаешь? Я думаю, что она ненормальная, если честно. Думаю, что она ненормальная, и девушка, которая таким образом пиарится на всю страну, это просто отвратительно, и мне стыдно за ее родителей, в общем, это все. Не, подожди, мы же не знаем, я смотрел передачу, она неизвестна. Ну, как неизвестна, она за несколько дней в Инстаграме набрала миллион двести подписчиков, она выходит в прямые эфиры, спрашивает, ребят, на какие темы хотите поговорить? Это не значит, что она что-то плохое сделала. А зачем вообще идти пиариться с такой темой куда-либо? В принципе, если такое случается, люди идут в полицию, разбираются. Так там уже все было. Да, конечно, все было. Я смотрела, выпустила. Ну, и потом, ты знаешь, что она сама туда приехала, и все случилось как бы по-доброй воле. А потом она уже пошла рассказывать. Абсолютно другие вещи. Мама, много человек там были. Да, Зик, когда такие вещи с людьми, не дай бог, происходят, то мы точно не идут так на телек себя пиарить, в Инстаграме, выходить в прямые эфиры после этого. Ребят, давайте какую-нибудь темку создадим, поговорим. Это вообще адекватка, нет? Что ты думаешь, Патлова? Да ничего не думаю. Сто людей, сто мнений. Атар, а ты что думаешь, почему Ксения так реагирует? Я думаю, что Ксения Бородина в роли морального авторитета, это как человек по фамилии Кокорин, который называется футболистом. Я думаю, что... Я, 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 смотрите, я не буду ни ердичать, ни улыбаться, потому что у меня дочь, у меня трое дочерей. Скажу вам просто. Если Ксения Бородина, набросив прокурорскую мантию, кого-то судит, наше дело ец. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, почему все говорят, что Диана хайпится? Я не понимаю. Вы пригласили ее на эту передачу. Что такое хайпица, должны объяснить даже... Это значит, что она ловит популярность. Я не понимаю этого. Вы пригласили ее на эту передачу. Но дело в том, что это блогеры снимают о ней видео. Зайдешь на первую там страницу, вторую, третью, четвертую ютуба, макияж, как у Дианы Шурыгиной, Сири, как Диана Шурыгиной. У нее до того, как она завела инстаграм, до того, как завела инстаграм, уже было несколько фейков, которые набрали миллион двести подписчиков. Что значит, она делает какой-то себе пиар. Вы же сами ее пиарите. Причем тут... Когда пиар делают на ее имени, они делают, понимаете, какие вещи. То, что в следующий раз маленькие девочки, когда их кто-нибудь изнасилуют, никогда об этом нигде не скажут. Они никогда об этом не пойдут в полицию и так далее. И в этом виноваты как раз и люди, блогеры, которые раскручивают всю эту тему, стебутся и так далее. Хорошо, Кирилл, но вы подружились с Дианой после эфира. Вот какой ты узнал ее вне кадра? Знаете, вот что я хочу сказать. Там все говорили, такая девочка, по ней не видно, сколько лет. Вот если вы рядом с ней встанете, вы поверите, это девочка, которая весит 45 килограмм. Она ростом метр шестьдесят пять. Ну кто кроме вас ее взвешивал, Кирилл? Нет, я понимаю, но парень, который на тот момент, собственно, с ней был на квартире, мог бы понимать, что это все-таки у меня. Вы требуете от шестнадцатилетнего подростка поведения выпускницы Института благородных девиц. Все общество навалилось на подростка. Я бабушка была, кстати, выпускница Института благородных девиц. И как бы эта девочка себя не вела, мы от нее требуем того, на что она не способна. Я говорю не о девочке, я говорю о прецеденте. Хорошо. Григорий, на прошлом эфире вам жестко мама Дианы сказала, закрой рот, что тоже стало, скажем так, одним из мемов в интернете. Давайте напомним внимание. Про алкоголь. А что вас интересует про алкоголь? Почему ваша дочь, вот вы как мать, почему ваша дочь употребляет столько алкоголя? Я не все равно. Я про другое. Смотрите, может быть так. Рот закрой. Подождите, может быть так. А вы видели там, вы видели что ли это? Вы прям там стояли, да, рядом. Подождите. Пипец, что за дурь вообще, что вы несете все? Независимо от того, что говорила мама Дианы, я хочу сказать следующее. Первое, мы здесь собрались обсуждать, почему мы который раз это обсуждаем, потому что дело не совсем в ней, а в явлении. Второе, независимо от того, что она мне сказала, закрой рот. У меня позиция, как с первой передачи идет, так она не меняется. Он, этот парень Семенов, совершил преступление. Другой вопрос. Спасибо, спасибо. Другой вопрос, что там, как вела себя Диана и так далее. Закону это все равно. Она может быть в состоянии опьянения. Кстати, то, что он в этот момент довел ее до состояния опьянения, является отдельным уголовным составом охватывателя и административным. Это первое. Теперь подождите, дайте мне сказать. Теперь второе. Наконец-то мне дали высказаться. Второе. Когда говорят, что она должна была кусаться, царапаться, выкинуться с третьего этажа. Представим себе желтую прессу. Напившаяся малолетка выкинулась с третьего этажа, чтобы избежать изнасилования. Что, ваша реакция была бы другой? Вы сказали, сама напилась, выкинулась, вот не надо было пить. Еще раз, закону все равно. Мне все равно, что там говорила ее мама. Я знаю, что она там вела себя совершенно неадекватно, может быть, на ваш взгляд. Но существует закон. Парень этот рискнул. Рискнул его нарушить. Он понес за это наказание. Второй срочно эвакуирован в армию после этого. Они нарушают закон. Она может быть пьяной, какой угодно. Нельзя насиловать. Закон, да. Нельзя насиловать человека. Нельзя. Юань Цзань, журналист из Китая. Учится. Мгимо сегодня специально записался на эту программу. Почему ты здесь? Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Юань. Китайская валюта. Я хочу сказать, мне очень интересно. Если в Китае у нас, может быть, другая культура, другая логика. Если бы я был в Китае, кто-то в Китае изнасиловал меня, мне очень сильно. Зачем я так сижу, мне холостаться? О, как! Китай, девушка, могла подать на тебя, что ты ее изнасиловал? Нет, это, конечно, незаконно. Вам надо посадить его в тюрьме. Это 100%. Но тебе нельзя холостаться, что кто-то изнасиловал вас. Диана сейчас саму себя, на самом деле, хоронит своим поведением. Я очень понимаю, почему интернет почти единогласно против нее. Потому что, во-первых, она не умеет себя вести. Она, видимо, с провинцией, вместе с мамой. Они странно себя ведут. Но мое мнение немножко другой. Знаете, фильм, когда там человека все обвиняли, и только один человек пошел, и он... Просто подумайте, вдруг все-таки она права. И весь интернет ее хайпит. Когда это будет, ну, реально, стыдно. Ну, подумайте. Да, конечно, сейчас все против. Ее хайпит, как вы говорите, не весь интернет. Потому что многие девочки от 10 до 14 лет, они все поклоняются Диане. Девочка-восьмилеточка, подожди. Девочка-восьмилеточка, которая сажает парней за то, что она сама приехала на вечеринку и раздвинула ноги. Ну и что, что она приехала в эту вечеринку? Просто ты такая идеальная, ты такая идеальная. Подождите секундочку, пожалуйста. Когда мы говорим о том, что мы сами создаем популярность Диане, Диана сама себе создала популярность. Потому что она пришла сюда. Я хочу, чтобы обо мне забыли, меня изнасиловали. Но ты приходишь на программу, рассказываешь об этом всей России. Ну, тебе надо подумать о том, какую репутацию ты сама себе создаешь, девочка. Послушайте, ну, репутация, репутация, но вот у нас из Твери Филипп. Филипп Чернорук. Филипп, скажи мне, встань, чтобы все увидели, потому что... Что подтолкнуло тебя, Диана, я думаю, с тобой еще не знакомо? Сделать татуировку с Дианой и... На самом деле все спонтанно получилось. Я ехал в маршрутке и просто подумал, что нужно что-то оставить в память о своей молодости, потому что чисто мое мнение, что на самом деле сейчас процентов так 80 точно такие же, как и Диана. Все бухают, все шалят там на вписках. Просто парню не свезло. Давай еще вернемся для тех, кто постарше, чем 18. Вписки это домашние вечеринки, когда взрослые уезжают, оставляют квартиры, покупают алкоголь. Взрослые дяди приглашают молодых девочек отдохнуть. Или просто ребята своего возраста тоже с алкоголем отрываются на домашних вечеринках. Это называется вписки. Пойдем, познакомлю тебя с Дианой, потому что, конечно, я думаю, что вы должны встретить друг друга. Это очень круто, честно. У меня у самой татуировки, это, блин, это круто. Как вы видите, я еще сделала? Это мне скучно, не знаю. А другая татуировка, это, говорите, в... Это меня просто бомбануло от Соболева. Тебе понравился Соболев? Нет, он, типа, записал видео и, как это правильно сказать, он приписал меня к армии фанатов Шурыгиной, да. Ну, типа, он сказал, что... А ты не фанат Шурыгиной. Ну, она, как бы, милая девочка, но 8 лет это, да, х**а. Пошмар. И там, типа, делают шмотки с ней, и он сказал, что, типа, уже делают и татуировки. А я сделал, ну, как бы, в ней смысл для меня есть, а не просто так. Хорошо, а можно спросить... Портрет Дианы, чьих хистей? Что? Вам художник какой-то на колонне. Вон сидит. Покажите нам великого художника. Вот там под камерой в черный второй ряд. Это бред, ну, вот, бред разожжен. И сейчас все сидят абсолютно искренне. И в нем участвуют. Вообще, помните, что Христос сказал, да, когда к нему блудницу привели? Я честно про нее. Это ее жизнь. И она с ней выберется. Я про то, что кто без греха, бросьте камень. Если вы помните, вот тогда никто не бросил. Что здесь происходит? Это сумасшедший дом, в котором мы хихикаем над тем, что один идиотизм идет дальше на другой. Когда-нибудь не хватит места и не будет места для новых татуировок. Мы участвуем в каком-то коллективном безумии. Давайте посмотрим, что популярность Дианы за последнюю неделю достигла таких высот, что Егор Крит, Юлиана Караулова, Тимати и Лепс просто отдыхают. Внимание на экран. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дело в том, что Диасик, ты превратилась в мемас Мемасик это такой прикол в интернете Одно из объяснений К сожалению, да И ты очень хорошо подхватила, как говорят блогеры юные, этот хайп Но дело в том, что Дианочка, послушай меня, родная Дело в том, что вот эта корона на тебе, она из дерьма и веток Вот честно, пока этот мальчишка в тюрьме находится, малышка Вот это все, это все на самом деле Мне кажется, что вот у Дианы как раз нет короны Диана тихо сидит, понимаешь, иногда выходит в интернет, как любая девочка Я хочу сказать, что это все, это все Начала их сторона Первую петицию, первые мои фотки, это все выставили они в интернет Это все сделали они И потом это пошло дальше, дальше, уже начали обсуждать То есть они создали петицию, вставили туда мои фотки И это начали смотреть, обсуждать И потом, то есть, я не знаю, кто обращался первым на передачу Но нам уже просто сказали То есть потом, то что как бы это была их сторона, Семенова Так, ну что мы сейчас успокоим зал Короткая реклама сразу после нее Популярный блогер Николай Соболев Количество подписчиков, которого выросло в несколько раз После эфира с Дианой Шурыгиной Что он скажет сегодня, главной героиней эфира Оставайтесь с нами Еще раз всем добрый вечер Села программа сегодня на донышке В студии снова Диана Шурыгина Как изменилась ее жизнь после вечеринки Ну ты рада, что все так... Ну а ты считаешь, когда у тебя были прямые эфиры Тебя больше любят или больше ненавидят? Если честно, я просто в основном не успевала читать, что там пишут Ну, как бы... И потом уже, когда читаю, там какие-то отзывы Или что пишут в основном То есть, например, 4 тысячи зрителей И только тысячи из них где-то обзывают, оскорбляют Там... Но наш корреспондент был свидетелем тому Как вы прошлись по торговому центру И какова была реакция покупателей? Покупателей, внимание Блин, если честно, почти ничего не присмотрела Ребята, а можно мы поговорим, а? Вы подождите, а потом мы вот как-то... Пожалуйста, ну, почта А, да и у вас тут 300 человек, да? Ну, почта Можно мы пообщаемся? Пожалуйста, я поеду Нет, пожалуйста Я не могу поесть Вот видите, ну просто на меня все смотрят Это ужасно Когда начал, да, не один человек, да, на улице А идешь в какой-то магазин, да, и тебя подходит К тебе подходит, да, прямо вот По пять, по десять Потом ты просто превращалась в столпу действительно И просто-напросто понимаешь, что, ну, отгонять всех не получится И по-любому-то одного отгнал, там, пятеро подошли Девушка, девушка, встали, вышли А вот один раз Нет, я говорю Серьезно Можно только фотку, пожалуйста Давайте вместе, все, реально И кто-то один сфоткует Вот давай садись, девочка Садись 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 Если честно, можно я скажу, пожалуйста, можно мне сказать Положительных моментов, рейтинг либо есть, либо его нету И Диана сегодня суперрейтинговая девушка, она вызывает эмоции Она была искренне в тех передачах И красивой Это то же самое, что такое современное искусство, Ольга Львовна Если у тебя есть эмоция, любая, да, положительная или отрицательная Ты помнишь об этой картине Это, можно говорить Живой ребенок Кокетливый, нормальный Да, да, плохо, что она оказалась в этой ситуации Но она не может одеть сейчас чудру Да, и пойти в монастырь Совершено преступление Ну, наказание Давайте дать слово Диане Но она же живая Скажи мне, вот ты сейчас посмотрела то, что еще раз со стороны на все Вообще, это не очень круто Это просто, ты идешь в магазин за фруктами, за водичкой И просто-напросто ты стоишь, выбираешь яблоки И тебя вот так вот из-под шкафа фоткают Это очень бездражает Мне хочется просто подойти к себе Я не могу поесть, я не могу купить еду И то же самое происходит тут То есть я пытаюсь поесть, да, и просто-напросто не дают поесть Но мне кажется, что люди, которые подбегают Но, может быть, даже если они к этой ситуации относятся плохо Все равно к тебе, как популярному персонажу Они относятся, ну, как к возможности прикоснуться к какой-то к звезде Хочу сказать, что и мне досталось от популярности Дианы И у нас есть тоже совместное народное творчество Под названием На 50 оттенков темнее Внимание Заинтригована Вернись ко мне Не думал, что все так получится Собираешься просто стоять и смотреть? Да Чего бы тебе хотелось, Анастальша? Отныне Никаких правил Никаких условий И Никаких секретов Полагаешь, ты первая женщина, которая пытается его спасти Хочешь быть его игрушкой? Или сохранить достоинства? Если с тобой что-нибудь случится Я никогда себе не прощу На 50 оттенков темнее В кино с 9 февраля То есть вы понимаете, что это не мы делали, да? Это просто какие-то анонимные пассажиры взяли мой инстаграм По передачу Нет, их надо просто на работу пригласить Знаете, в этой истории не хватает только одного персонажа Мне кажется, не хватает Никиты Джигурды, чтобы он еще как-то подключился Но на самом деле, это ведь история не про Диану Шурыгину и не про кого-то другого Это история про нас Это страна смотрит, понимаете? Это история про то, что какая невероятная агрессия в нашем обществе Ведь вся страна с удовольствием бросилась вот в эту коллективную ненависть ко всему К ней, к нему, понимаете? И так далее, и так далее И мне кажется, это повод каждому из нас задуматься не о Диане Шурыгиной, а о себе И лишний раз ходить либо психолога, либо украш Это оценка реальности Это оценка реальности У нас два антигероя Обычно в истории есть хороший и плохой здесь два антигероя Первое, хорошо, что живая оттуда ушла, ноги унесла, все почему-то об этом забыли Это первое, не все девочки возвращаются с этих вечеринок живыми, их где-нибудь закапывают Там где-нибудь в огороде, за дома И все, и никакой истории Первая история Вторая история Молодые люди, если вы приходите на вечеринку И вы видите каких-то пьяненьких, чуть-чуть просто по шофе на донышке девочек Берем руки в ноги и валим оттуда бегом Потому что может превратиться вот в любую такую ужасную историю Эта история действительно заполонила интернет И даже простые люди выкладывают обсуждения, как семьи делятся на два лагеря в этой всей истории Внимание Привет, меня зовут Диана, к счастью не Шурыгина Все знают, что вот ее изнасиловали, каждый будет тыкать пальцем Нужна такая популярность? Нет, нет, с нее толку не будет Не знаю, может какой лох найдется Зарубите себе на носу, с пьяными людьми сношаться нельзя Они на этом деле зарабатывали Как можно своего ребенка вот так вот выставить на всеобщее обозрение Это же просто дичь, мы же живем в цивилизованном обществе У нее ни стыда, ни совести Мне кажется, это просто дно И весело опалить тюрьме Узас Ладно, я пошел Я сама мама, правда у меня сын Я знаете на секунду о чем задумалась Представьте себе, что вы приехали в дом И там оказались не славные мальчики 22-24 лет А человек 40 взрослых мужиков, которых вас пустили по кругу Абсолютно верно Такое могло быть Я хочу сказать вот о чем В ту секунду, когда вы выкладываете фотографию интимного содержания Вконтакте, на любой другой сайт Держите в своей голове то, что в эту секунду в обществе у одного человека, который является шизофреником, педофилом Сработал инстинкт И он уже знает Он уже по дороге к вам Чувство самосохранения Нет, фотографии не выкладывать Такого порядка И вести себя просто пристойно Пристойно себя решить Она мишень Безопасность должна быть Потому что, если бы не приведи Господи Диана сейчас не сидела здесь Что было бы с ее родителями Андрей, Андрей Я знаю, что вы тоже поругались в семье у вас с мамой по поводу этого Вот на самом деле меня ругала мама Мама живет в Германии Она смотрит все передачи ваши И в том числе с моим участием И она не согласилась с моей позицией в первой программе Когда я тоже и говорила и об ответственности Дианы И об ответственности молодого человека Но, я хочу обратить внимание Мы путаем причинно-следственные связи На самом деле, повторюсь Мы не имеем права с подростка требовать поведения взрослого человека И тем не менее, блогеры Вот я, например, этого молодого человека Глаза не видела И теперь он делает популярность Большинство блогеров делают популярность На ситуации, которая произошла с Дианой И Диана здесь ни при чем Андрей, Андрей Борисов здесь То есть это был сейчас камень в твой огород Да почему вы думаете, что мы делаем это ради какого-то хайпа Или чтобы приобрести подписчиков Я таким, подождите Я таким образом высказываю свое мнение К этому, к этой ситуации Меня это до глубины души потрясло У меня вот вопрос, когда выйдет Сергей С ним тоже будут фотографироваться? Он тоже будет такой популярный? Почему, если я имею мнение Я не могу его выразить? Представьте себе, у меня взрослый сын И только потому, что Потому что вы хорошая мама Вы его не отпустили А вы куда в 16 лет? Я про мужчин, про парней Про их будущее Про их семью Они обязаны заботиться о себе О своем будущем О своих родителях И не вляпываться Простите за выражение Как ребенка воспитали Так он себя и ведет Как ты отреагировал на историю с Дианой? Внимание Блин, погода полная Что будем делать? Ну говори Ну давай хоть раз в жизни посмотрим телек Давай На донышке я... Ааааа Пожалуйста Нет Я уже скучаю по Бузовой Да даже я уже по ней скучаю Я пошел А я вас могла деть Кто вообще это сможет? Давай подушим маму Дианы Наталью Шурыгину Чего-чего? Мать Шурыгиной? Я печешки принесла Ага Спасибо Аташ, добрый вечер Мысли сразу Подай Да так ему и надо Чего? А не будет своему Антошку совать куда не следует Да не было никакого изнасилования В смысле не было изнасилования? Че-то орешь В смысле не было? Че-то орешь на меня? Ты смотри, что тупаешься, что он не пьет Если ничего не было Как из-за таких, как ты, таких пацанов и сажают? Ой, извини, Света, Света Ну сейчас я тебе воды принесу Я тебе уст... Что ты думаешь по этому поводу? Ну я понимаю, что это с какой-то стороны шутка Да, это смешно А с другой стороны это как бы говорит о том, что Все девушки такие коварные И то есть вы готовы на... То есть чтобы из какой-то может быть мести Чтобы не дай бог там на нас Это вот что-то вот не попало Можно я скажу? Не перебивай меня, пожалуйста Это невежливо И кто-то еще говорит в моем воспитании Перебивать невежливо Окей, да? Ты заговорила о вежливости Я очень тонкий Перебивать невежливо Класс! Она очень быстро учится И если вы будете продолжать в этом же духе, Диана Уверен, через 10 лет вы будете крайне популярной медиа-персоной Так, время пролетело незаметно Главный оппонент Дианы Шурыгиной Блогер Николай Соболев Сразу после рекламы Не переключайтесь АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз всем добрый вечер Уфили Пусть говорят С темой эфира на донышке Главная героиня эфира Диана Шурыгина Мы договаривались встретиться спустя 10 лет Но за 10 дней Ее популярность бьет все рекорды Получая этот дивиденд Что скажет Диана сегодня Блогеру Николаю Соболеву Который стал Трижды популярней После появления На Пусть говорят С программой с Дианой Шурыгиной Он сегодня пришел На встречу с Дианой Встречаем его Привет всем Мне сразу же хочется сказать Что мне реально кажется Что мы находимся В каком-то просто безумии Мир сошел с ума Я хочу остановить планету И сойти Потому что всем так реально смешно От этой истории Все обсуждают рейтинги И забывают о сути Сразу же человек говорит Что мы ее распиарили Понимаете в чем дело Я в своем блоге Всегда стараюсь Какую-то конструкцию Конструктив изложить Я стараюсь поколению Рассказать что нормально А что нет Цель моего блога Не распиарить Диану К сожалению так получается Если кто-то меня хочет Обвинить что я хочу Распиарить Диану То вы все этого хотите Вы все пришли на первый канал И вы хотите И Андрей Малов Все хотят А в первую очередь Диана Диана получает Огромное удовольствие И популярность И славы Диана 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 сидит здесь на передачах И говорит Я жертва насилия Мне так плохо Она плачет Но проходит два дня Она присутствует на благотворительном вечере Где фоткается с видеоблогерами Она заводит свой личный блог Она заводит свой личный блог Она зарабатывает на этом деньги Конечно же не повесится Прохор Ну зачем вешаться Молодой человек А вы что здесь делаете Мы вас тоже не знали Что в блогах Я хочу конструктивно ввести В эту передачу Мы обсуждаем не то что нужно Это детская позиция Давайте покажем Фрагменты твоего блога Николай Внимание На канале Николая Соболева Соболев Один миллион подписчиков Это была шутка же, да? Шутка Нет, к счастью Это не шутка Но я вообще не понимаю Как такое могло произойти У меня как в тумане все Потому что это черт подери Какая-то магия Брят, мне ноги Фак мой мозг Честно говоря Я думал праздновать миллион На своем канале Ну где-нибудь там Не знаю В конце апреля Но передача Пусть говорят Сильно изменила мои планы В лучшую сторону Почти 300 тысяч подписчиков За 4 дня И первое место В мировом рейтинге По активности аудитории Конечно, греемся В лучшем Чужой так называемый слава Я, честно, просим Был блогер Не той истории С Дианой Шурыгиной Я набирал этих подписчиков 2,5 года Нет, а сам радуется Как это было? Конечно, я радуюсь А вы не радуетесь, Прокор? А что мне расстраиваться? Я не понимаю Да, люди будут слушать То, что я говорю Я очень рад Это же ее история Так ты должен прийти и сказать Диана, спасибо тебе Что ты подарила мне Андрей Андрей В первую очередь В первую очередь Мы можем говорить спасибо Он просто делал то, что должен Мы просто продвигаем Какую-то мораль Хотя бы Подросткам доносим Мне эти челленджи Что сейчас снимают Мне это как-то ерунда Понимаете? Мы с Колей Вы сейчас прямо Размываете все рамки Вы делаете из нее мем А потом удивляетесь Что что-то происходит Скажите, где эта мораль? Где мораль? Что люди? Она ведет себя так Как не должна вообще В принципе вести себя Нормальная девушка Мы обсуждаем Вот с начала этой передачи Цифры Это называется рейтинг У этого рейтинга Нет ни плюс, ни минус Есть только число У меня вопрос Мы вообще с числами живем Или с родителями С любимыми Да, с домашними животными Вот друг с другом Мы обсуждаем цифры Но цифры показывают Насколько тебя любят Понимаете, Ольга Нет, цифры ничего не показывают Вот сейчас поднялся рейтинг Завтра схлынул А послезавтра ты сидишь один И тебе не с кем слово сказать Чай выпить И просто на кого-то руку положить Потому что это родной человек Мы вообще не про людей сейчас Но Диане пока есть кому сказать слово И она даже не успевает отвечать На вопросы, которые ей задают Я отвечаю Внимание, посмотрите, Ольга Галёвна Привет, привет Я опять не успеваю за вами читать Ну что ж Расскажу Сегодня у меня день проходил очень насыщенно И я сегодня побывала в двух торговых центрах Попыталась найти что-то из одежды И, если честно, поначалу очень плохо получалось Подходили ребята Опять присели сфоткаться Обнимали меня Это очень приятно Спасибо вам большое То чувство, когда первый раз на трансляции Дианы Хочу тебя встретить Салам Сергея выпустили Ведьма Няшка Молодец Дура То, что я успеваю читать Вообще Просто Если честно В шоке Ладно, ребят Вот завершился мой день Я пойду спать Всем спокойной ночи Еще раз всем спасибо за поддержку Вы у меня самые-самые лучшие При всем уважении госпожей Срибловой Хочу заметить Что я не хочу уйти из программы Как будто я сам не думаю о детях И о обществе, где мы живем Смеются люди над тем, что смешно Вот та остроумная рекламная ролик Который сделал парень Разбивший кадр на две части Это там же есть про нас Но вы Я очень не люблю ссылок на Библию В разгар ток-шоу Посвященного тому Что мы все катимся в пропасть И молодой журналист Яковлев Сидит и говорит газетными заголовками Подумаем о спасении души Я не говорю о спасении души Начните с себя Вот этот момент Вот этот момент Я говорю о том, что Диана Шурыгина Это зеркало нашего общества И мы все это смотрим Не нужно говорить, что мы белые и пушистые А Диана Шурыгина плохая Мы все это осознаем Господин Яковлев Господин Яковлев И вот этот ролик, который сделал Он абсолютно талантливо сделан Потому что он показал нас Он показал всю страну Спасибо вам большое Вот я об этом хочу сказать Аплодисменты Совершенно очевидно Что Саша Яковлев Мой ученик Теперь вы понимаете это? Совершенно очевидно Я скажу про Я тебе хочу сказать Что вот кто может тебе преподавать Так это Никита Филимонов Где он этот человек? Познакомься с Никитой Никита пока все здесь Столько улыбаются Отвечают на вопросы Сделал туры По местам жизни Дианы Шурыгиной Гульяновские У него тургруппы Экскурсии Ольга Львовна Он будет под... Расскажи Я сюда приехал, чтобы Вообще донести до Дианы Что существуют такие туры Никита, как вам сейчас покрыт У вас реклама на первом канале Сейчас попрут туры просто Кстати, я привез билеты, афиши Да? Вы с ума сошли, ребят Ну что происходит Я бы хотел Андрею вам вручить билет Приезжайте обязательно в Ульяновск Итак, каждую пятницу Целый день в Ульяновске Большой исторический тур По местам славы Дианы Шурыгиной Спасибо огромное Посещение двора Дианы Отправка... Давай Андрей, мне и в Юле тоже тур Я очень хочу вот так же прорекламируйте Если можно На вашу реплику Мы некоторое время назад Отвечая Ольге Свебовой Сравнили славу Дианы Шурыгиной С современным искусством Это очень важная тема На самом деле слава Потому что действительно Огромное количество людей Дианы завидуют Вы понимаете Это слава сиюминутная Временная Мы о ней поговорим месяц Через полгода Свету из Иванова обсуждали Саша, она была бы временной Если бы мы ее обсуждали один раз Профессионализм настоящий Это слава, которая зарабатывается годами Работы Очень тяжелой, кропотливой И проблема этой истории в том Что сегодня молодежь смотрит и думает Ой, я окажусь в какой-то ситуации Стану мемом и буду известным Так вот надо быть известным За счет профессии За счет адского Это тоже профессия Они начинают делать монетизацию Давайте не все сразу, пожалуйста Молодой человек, извините, пожалуйста Вот о какой вы говорите популярности Девочка выкладывает свои полуголые фотографии Это вы такое даете пример для нашей молодежи Извините, пожалуйста Я слышала, что про Диану Шурыгину Честно, всю ее популярность Что говорят в наших кругах Что говорят в наших кругах? Что говорят, Маша, она правда испортница? Ее популярность это проституция И к ней относятся ко всем как к проституции Честное слово Она маленькая, но так она же сделает себе такую популярность Ты тоже относишься к Диане как к проститутке? Честно, не хочу комментировать эту фразу Но я считаю, что это отвратительный пример для нашей молодежи В ее ситуации Я не хочу судить, что там было Но в ее ситуации человеку нужно вести себя скромнее Молодежь смотрит и воспитывается ее примером Вы понимаете, что дети будут смотреть и думать Ой, как здорово, я сейчас пропиарюсь за счет этого В ее месте, на ее месте я бы вела себя намного скромнее Потому что это отвратительный пример для нашего общества Для наших детей Ты опоздала на начало программы Но Прохор уже готовится сделать ей предложение здесь Да? Да Нет, на самом деле все было бы, конечно, если бы Диана, зал тише Я хочу сказать то, что вот вы сейчас говорите Я хочу сказать другую сторону Сейчас у меня уже пишут много сообщений Что девочки боятся Боятся уже мальчиков просто Что у них сейчас в голове Что их сейчас будет защищать Еще и денег на адвоката подкидывать Как Семенову То есть они сейчас будут насиловать, да, девочек А что, их потом будет О, вся страна, святые наши, да, насильники Знаете, вам денег еще на адвоката Да, собираем денег Вот так вот пишут девочки Они уже боятся, боятся Нет, я бы не говорила нашим корреспондентам Что она хочет сделать движение Девочек, которые пострадали от изнасилования И помогать им Диана, четвертая программа Мы с тобой снова вместе Привет У тебя Андрей говорил, что ему очень хочется Чтобы увидеть тебя вот через 10 лет Возможно и раньше Чтобы ты совершила какой-то рывок Понимаешь, чтобы ты стала примером для того, что Да, можно оступиться Но потом можно и стать примером для того, чтобы Как можно воскреснуть Вы знаете, вот вы говорите, что Вот вы, девушка Вы точно уверены, что Это было 100% она подстроила Неужели у нее что-то такое Нет, нет, я об этом не сказала Я сказала, что я не берусь судить Но я считаю, что это некрасивый пример Я считаю, что Диане нужно обратить эту ситуацию В правильное мирное русло Я сейчас хочу рассказать про свою историю Если можно, ладно? Мы должны так инициировать Опять такую же возможность Вы не боитесь, что Вы можете так же попасться другим людям? Анюта, у тебя через пост обнаженный фотограф И чтобы теперь может быть не в бункер спуститься Ребята, у всех хочу обратить внимание Родители куда не сможем? У нее тут же в трусах не было Девочки, девочки Вы разве не видите, что Дианка артистка? Ребята, Дианка артистка! Это, ребята, Аня, секунду Ребят, нет, секунду Родители, где ее? Где родители? Аня, родители Дианы, это те еще артисты Перед нами, ребята, перед нами артистка больших и малых Вообще Знаете что? Это все, ребята, это все неплохо Но дело в том, что... Ань, Анюта, дело в том, что... В детстве она тоже была артисткой Дианчик, ничего личного Прекрасно к тебе отношусь Ты милашка, ты милашка, но ты чудовище Ты чудовище Здравствуйте, я не за Диану Я не знаю, что там было Я не была в этой ситуации Но скажите, вы не бухаете? Вот если бы вы напились... Нет, нет, я не бухаю, малышка Нет, нет, не может так вам быть И вы бы пришли сюда пиариться Потому что, блин, вы на каждой передаче пиаритесь Ёлки-палки Нет, половина из того, что ты сказала, я не услышал Так, давайте успокоимся, уважаемые гости У нас есть гости из Замбии Ефрим Мука Почему ты возмущен поведением, Диана? Во-первых, я хотел спросить Если у нее все плохо было, почему она создала канал? Как раз я тоже блогер И на канале там много дизлайков, чем лайков И что она собирает снимать вообще? У людей очень много вопросов И очень много пишут И люди действительно реально переживают Просто-напросто переживают И я видео это записала Чтобы сказать, что все хорошо Ответить на какие-то вопросы Диана, а в фильме зачем сниматься пошла? А рекламная почта у тебя влечилась? Во-первых, это был взлом И то, что действительно было такое предложение И в своей глубокой личной драме Делает мыльную оперу по телевидению Вот что самое грустное Она постоянно говорит, что ее затыкают на передачах Она постоянно говорит, какая она бедная Но она приходит на новые и новые передачи Скоро нас будет, пусть говорят, с Дианой Шурыгиной Каждый понедельник Господа, давайте будем все-таки людьми Давайте будем живыми людьми Я говорю людям, чтобы так забыли Что Диана, чтобы... Какой бы она ни была антигерой Мальчиков в 17-ое время Ребят, прошу прощения Она подала с одной стороны Со стороны выглядит, что вы подали Отрицательный пример Что вы сами спровоцировали Сергея И это произошло Но если бы она об этом умолчала Как молчат десятки, сотни Может быть тысячи женщин Секундочку Ребят, можно я закончу? Можно не перебивать? Диана, у меня есть к вам большая просьба Когда весь этот бред закончится Если вы возглавите эту историю За вами пойдут миллионы женщин Которые вас поверят Вас будут ненавидеть мужчины Которые вас считают, что вы его развели Как лоха Но миллионы женщин за вами пойдут Потому что они вас поймут Пользуйтесь моментом Давайте посмотрим еще одну песню Еще одно народное творчество По цитатам На донышке Да, так называется наша программа сегодня И еще одна песня, посвященная Диане Алло, братан Дела нормальные Ща расскажу тебе телегу Просто лохнешь, ахнешь На восемь лет шалава пацана закрыла Так ты все знаешь? Ну так и че ти, как ти? Я пила на донышке На донышке пила Она пила на донышке Ни шампанское, ни виски Водяру, но на донышке На донышке пила Она пила на донышке Наверное, канистры Артур! На самом деле песня посвящена не Диане, а именно тем обывателям, которые либо ее ненавидят Не обращают внимания на свои поступки Потому что много я видел комментариев, когда там говорят шлюхой, ну и все такое Но многие из этих людей, они даже не задумываются, а где твоя дочь? Может она сейчас тоже на донышке канистры хлебает? Я останавливал травлю против Дианы и говорил, что я выступаю за поддержку Сергея Я не отравил Диану Я лишь не хочу, чтобы это на донышке становилось популярным мемом И дети в школе ходили бы и говорили Это уже стало популярным мемом Но очень жалко, что это стало популярным мемом Диана, пожалуйста, прекрати это пропагандировать Я что я сделала? Я даже половину мемов не видела Начала сфоткаться с блогерами и говорить На донышке, вот все это на донышке И все дети в школах думают А выпьем кинул и водку на донышке А почему вы нет? Как весело, как прекрасно все это Если бы, если бы Подобная история, которую мы видим сейчас из интернета Появилась в галерее или музее современного искусства То все воли народные Роспотребнадзор Все люди в военном макияже Они бы пришли вместе с депутатами И стали бы охранять нашу мораль Вот давайте как бы Так пригласите Диану в музей Мне кажется, вот как раз не в торговый центр А в музей она должна прийти Я хочу пригласить Диану Депутата Незулина Или Роспотребнадзор Или Божью волю И пусть закроют Дианиной фотографии И все, что сейчас происходит Я еще, извиняюсь, нецензурной лексикой Которая у нас запрещена, кстати сказать, законом депутатским Все происходит сейчас в сетях Давайте мы их огромную творческую моральную энергию Направим на эту ситуацию Ольга Львовна, хочу сказать, что Андрей Поляков Приехал к нам из Санкт-Петербурга Он атаман казачьего сообщества Бригады Шурыгиной Так называются уже Группы, которые созданы Расскажите нам про шурыгинские отряды Да не совсем отряды Но молодежь у нас ведет профилактическую работу Конечно, чтобы такого безобразия не было И мое личное мнение Что здесь, наверное, никто об этом не говорит Но очевидно, что человек физиологически созрел А умственное развитие на уровне 12-летнего ребенка Ведь здесь медицинский фактор Здесь надо лечить человека Здесь нужен доктор Можно ответить этому мужчине Вы знаете, по решению суда Не она нарушила закон И у нас сотни тысяч изнасилованных женщин в стране И когда мы... У меня очень много вопросов У всей страны к ней очень много вопросов Но вы не имеете никакого права Жертву преступления по решению российского суда Называть так, как вы ее называете Тем более, если вы считаете Что вы защищаете какой-то нрав Что касается в лечении Мы просим помощь оказать медицинскую Вы как психиатр, вы согласны с... Вот отсюда низкий уровень социальной ответственности у этих подростков Вы знаете, я как психиатр могу сказать, что я больше 40 лет занимаюсь с жертвами изнасилования Вообще изнасилование это гнусная вещь Изнасилование ребенка это гораздо более гнусная вещь Но многолетняя реабилитация идет изнасилованных И то, что сейчас происходит, тот шум Это все безнравственно, просто безнравственно Каждый может высказать свое отношение к ситуации Но по отношению к несовершеннолетней жертве Это мерзко Мне подсказывают, что время программы подходит к концу Но сегодня в этой студии, так же как у экранов телевизоров Огромное количество людей, кто поддерживает Диану Шурыгину Завтра блогеры, родители Дианы, Павел Пятницкий Который готов рассказать, как изменилась его жизнь после эфира А так же новые песни, ролики и как сделать макияж, как у Дианы Шурыгиной за 5 минут Завтра в нашем эфире Берегите себя и своих близких До свидания